готовим венское печенье для этого берем 250 грамм сливочного масла комнатной температуры добавляем 200 грамм сахарного песка взбиваем на маленькой скорости миксером либо вводим по одному 2 яйца и продолжаем взбивать добавляем пол чайной ложки соли 4 грамма разрыхлителя и 550 грамм муки теперь вымешиваем наше тесто до объединения ингредиентов вот такое тесто у нас получается мы берем и одну треть убираем отдельно в пакет но лучше не таким кругом а сделала такую лепешку чтобы он был могут и подморозиться выбираем в холодильник примерно на 15 минут теперь берем бумагу для запекания выкладываем наше тесто и будем его распределять с помощью скалки по пергаменту что мы делаем с краешками спросите вы а мы их аккуратно отрезаем чтобы было ровнее можно прямо сделать ровный прямоугольник остатки мы кладем снова на пирог и буду раскатывать дальше то есть если хотим добиться такой достаточно ровной формы мы все обрезаем складываем и снова раскатываем чисто такое послушное и можно выйти на какую-то определенную форму раскатываем примерно вот до такого состояния то есть он не толстый и не тонкий теперь наша задача переложить это на нравится подробное описание девочки отрагируйте пожалуйста что все хорошо все нравится теперь оставляем в сторону займемся начинкой и включаем духовку 180 градусов разогревается для начинки берем любой варенье у меня яблочное домашние с кусочками если она кусочками то его пюрируем я измельчаю блендером вот такая консистенция получается пюрообразная и теперь будем уже наполнять вверх нашего пирога для этого на тесто выкладываем нашу начинку и распределяем по нашему пласту ложкой можно лопаточки если у вас есть так она распределяет более равномерно варенье прям хочется добавить еще достаем оставшиеся тесто из морозилки трем его на крупной терке и посыпаем наш пирог все пирог готов отправляем в духовку 180 градусов которая уже разогрелась на 30-40 минут смотрим в духовке как зарумяется достаем вот он наш румяный загорелый пирог стоял 30 минут теперь моего охлоздаем и будем пробовать вот он наш пирог я его порезала можно пробовать но видно что он должен быть вкусный правда пробуем это очень вкусно готовьте со мной с удовольствием и приятного вам аппетита а Продолжение следует...